СМЕШНОЕ О ВЕЛИКИХ Забавные ситуации из жизни известных композиторов Композиторы – это удивительные люди. Как прекрасно их творение! Без них невозможно представить нашу жизнь, ведь как можно жить без музыки? В нашей первой части видеоролика мы вспомним таких композиторов, как Никола Паганини, Иоганн Себастьян Бах и Вольфганг Амадей Моцарт. Вернемся во времена их жизни и узнаем, в какие же забавные ситуации они попадали. Этот композитор часто получал приглашения на разные мероприятия. Каждая из таких приглашений заканчивалась фразой «Не забудьте захватить с собой вашу чудесную скрипку». На что композитор всегда отвечал «Большое спасибо за любезность, но моя скрипка не выходит из дому». Это был никто иной, как великий итальянский скрипач-виртуоз, композитор Никола Паганини. В 12 лет он уже дал свой первый публичный концерт. Это был уникальный в своем роде человек. Однажды на одном из концертов Паганини исполнил композицию всего лишь на двух струнах скрипки. Это произведение он назвал «Дуэтом влюбленных». Одна из его поклонниц восторженно сказала «Вы совершенно несносный человек, ничего не оставляете другим. Кто сможет вас превзойти? Только тот, кто сыграет на одной струне, но это же совершенно невозможно». Эта идея показалась Паганини весьма привлекательной, и уже через несколько недель он играл сонату на одной струне. Как оказалось, для маэстро нет ничего невозможного. Совсем скоро про это знали все. И вот однажды, опаздывая на концерт, Паганини нанял извозчика и спросил у него, сколько стоит доехать до театра. «Десять франков», — ответил извозчик. «Да вы шутите», — удивился Паганини, ведь это было в десять раз больше, чем обычно. «Нет, не шучу», — сказал извозчик. «Вы ведь берете по десять франков за билет с каждого, кто приходит слушать, как вы играете на одной струне?» «Хорошо», — ответил Паганини. «Я заплачу вам десять франков, но только в том случае, если вы довезете меня до театра на одном колесе». Чем закончилась история, неизвестно. А ведь хотелось бы узнать, правда? У Паганини было много поклонниц. И вот однажды после очередного концерта к Паганини обратилась восторженная поклонница. «Маэстро, я готова сделать все, что угодно, лишь бы всегда быть рядом с вами». На что Паганини ей ответил. «Для этого вам нужно стать скрипкой Страдивари». Никола Паганини был владельцем ценнейшей коллекции скрипок Страдивари, а мать — Гварнери. Больше всего он любил скрипку работы Джузеппе Гварнери. Паганини завещал ее родному городу Генуэ, ведь он очень не хотел, чтобы какой-нибудь другой артист на ней играл. А какие же забавные события происходили в жизни других великих композиторов? После смерти отца этот мальчик вместе с младшим братом был отдан на воспитание старшему брату Кристофу. Кристоф был композитором и профессионально играл на органе. У него был сборник произведений знаменитых тогда композиторов. Но Кристоф прятал сборник от младшего брата. Однако тот умудрялся каким-то способом вытаскивать сборник по ночам и тайком переписывал его. Так как свечи достать было невозможно, ему приходилось пользоваться только лунным светом. Целых шесть месяцев десятилетний мальчишка ночами переписывал ноты, но когда почти все было переписано, Кристоф застал младшего брата на месте преступления и отобрал у него оригинал вместе с копией. Горю мальчика не было предела, и в слезах он закричал «Раз так, тогда я сам напишу такую музыку, напишу еще лучше!» Брат рассмеялся в ответ и сказал «Иди спать, болтун!» Но мальчик выполнил свое детское обещание. Он стал великим композитором и органистом-виртуозом, чье имя знакомо буквально каждому — Иоганн Себастьян Бах. Как-то раз один из слушателей, пораженный виртуозной игрой Баха, спросил «Вы не скажете, как можно побыстрее выучиться так играть?» На что Бах пошутил. Для того, чтобы исполнять музыку, вообще не надо учиться. В этом, конечно же, нет ничего сложного. Надо только в нужное время пальцами нажимать на нужные клавиши. Вообще Бах был известным шутником. Иногда он переодевался бедным школьным учителем и в какой-нибудь провинциальной церкви просил разрешения сыграть на церковном органе. Его музыка была настолько великолепной и мощной, что многие прихожане в испуге разбегались, решив, что в церковь зашел переодетый дьявол. Бах любил засыпать под музыку. Вечером, когда он ложился спать, три его сына поочередно играли ему на клавесине. Детям очень не нравились подобные занятия, и они с нетерпением ждали, когда же, наконец, начнет звучать самый сладкий для них звук – отцовский храп. Тут необходимо отойти от этой истории и сказать, что Бах легко выходил из себя, едва слышал обрывки аккордов. Несовершенные музыкальные фразы просто терзали слух гения. И вот, как-то раз один из сыновей, Эммануил, играл отцу перед сном. Он терпеть не мог эти вечерние упражнения, и как только услышал долгожданное посвистывание, тут же удрал от клавесина, не завершив музыкальную фразу. Бах уже почти заснул, но от того, что музыка оказалась незаконченной, моментально проснулся. Нарушение звучания даже во сне взбудоражило его слух. Подождав немного сына и поняв, что тот не вернется, Бах резко отбросил одеяло, в кромешной темноте пробрался к инструменту и доиграл последний аккорд. Уже через минуту композитор спал глубоким сладким сном. Вспоминая свою жизнь, Иоганн Себастьян Бах говорил, «Мне пришлось прилежно трудиться. Если кто захочет быть столь же прилежным, тот сможет пойти так же далеко». Следующий композитор был Вундеркиндом. В четыре года малыш написал свой первый концерт для клавира, причем такой сложный, что даже любой профессиональный музыкант вряд ли мог бы его исполнить. Однажды отец отнял у малыша неоконченную нотную запись и сказал, «Этот концерт так труден, что его никто не сможет сыграть». «Какие глупости, папа!» возразил малыш. «Его может сыграть даже ребенок. Например, я». И ребенком этим был никто иной, как Вольфганг Амадей Моцарт. Все детство Моцарта состояло из выступлений и музыкальных занятий. На своих концертах он развлекал публику. Играл на клавире с закрытыми глазами. Отец закрывал ему лицо платком. Затем тем же платком закрывали клавиатуру. И малыш вполне справлялся с игрой. На одном из концертов на сцену вдруг вышла кошка. Моцарт бросил игру на музыкальном инструменте и со всех ног помчался к ней. Совсем забыв о публике, юный гений стал веселиться с животным. И на сердитый крик отца отвечал, «Ну, папочка, еще чуть-чуть, ведь клавесин никуда не денется, а кошка уйдет». Моцарт обладал феноменальным музыкальным слухом и памятью. Однажды он вместе с отцом посетил в Ватикане Сикстинскую капеллу. Там в течение многих лет всего раз в году исполнялся один из музыкальных шедевров эпохи Возрождения. Самое знаменитое сочинение итальянского композитора Григорио Аллегри Мизерери. По приказу Папы Римского, партитура этого произведения тщательно охранялась, и доступ к ней имели только те музыканты, которые его исполняли. Но 14-летний Моцарт, прослушав всего лишь раз, запомнил его целиком на слух и в точности записал по памяти. Он хотел сделать подарок для своей старшей сестры, преподнести ей ноты, которые имеются только у Папы Римского. Узнав о похищении, Папа Римский был поражен дарованием Моцарта, и убедившись, что нотная запись безупречна, наградил Моцарта орденом рыцаря Золотой Шпоры. Интересное название ордена, не правда ли? Один близкий приятель Моцарта был большим шутником. И вот однажды, решив разыграть Моцарта, он отправил ему огромный сверток, в котором не было ничего, кроме оберточной бумаги и маленькой записки. «Дорогой Вольфганг, я жив и здоров». Моцарт тоже решил пошутить над ним в ответ. Через несколько дней приятель получил огромный тяжелый ящик. Открыв его, он увидел большой камень, на котором было написано «Дорогой друг, когда я получил твою записку, этот камень свалился у меня с сердца». Никто на сто процентов не может утверждать, правдивы все эти истории или все-таки вымысел. Но одно мы знаем точно. Эти великие композиторы действительно жили и творили. А мы в наши дни можем наслаждаться их произведениями. «Дорогой Вольфганг» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok